Добрый день, дорогие друзья! Все никак я не могу уйти из I-Case на Таганке. Сегодня мы хотим вам рассказать про такую очень важную деталь, как наклейка пленки. Многие люди считают, что это очень простая процедура, можно ее сделать самостоятельно, но я бы на самом деле рекомендовал доверить профессионалам. Тем более, собственно, вы купите пленку, допустим, в том же I-Case попросите приклеить ее, и вам это сделают. Теперь Саша расскажет, зачем. Затем, что появляется, если пленку не носится, вот тут царапины, сколы и паутина. То есть если Apple говорит, что стекло не разбить, не поцарапить, они врут. Врут и очень жестоко, потому что царапины вот они. Да, я показал бы сейчас на своем вот этом. Это она носится в кармане с ключами. И вот, к сожалению, все-таки царапины остаются. А пленка от этих вещей защищает. Тем более, она наклеена не на клею, она наоборот на статике. То есть, когда ее отдирать, не оставляет ни следов, ничего. И она надежно защищает телефон. Кроме того, при покупке пленки у нас поклейка совершенно бесплатна, в подарок. Имеем вот такой специальный спрей, который не вредит ни контактам, ничего. Можно вот прыскать. Вот так вот. Аккуратно затираем все это под светом. Если вы клеите дома, лучше все клеить в ванной. Открыв кран с горячей водой, чтобы на горячую воду осела пыль. Ну да, от горячей воды там все будет оседать, от пара. Мы же клеим в своих условиях подпольных. Клеим без пузырьков, все ровно и совершенно бесплатно. Вот мы зачистили. Вот так вот. Зачистили так, что ни пыли, ни разводов, ничего нет. Все равно остались небольшие следы, которые мы... Да, имейте в виду, что если у вас есть царапинки глубокие, то при поклейке пленки они не будут видны. Это тоже такая вот. Защищаем все это по цветам. Смотрим, чтобы не было ни разводов, ни малейшей пылинки. Ничего. Потом у меня есть специальный инструментарий. Вот он, специальные пленочки для поклейки, которые до конца убирают пыль, которая не убралась и которая уже успела. Саш, ты смотри, тут меня сейчас батарейка садит, я так чувствую. Ну успею. 3% осталось. Вот так все это дело убирается. Берем матую пленку, Белкин. Очень хорошая. Стряпочкой. Снимаем защитный слой. Поворачиваем айфон в нужном себе направлении. Лучше так лейтву кнопкой вверх. Аккуратно держим за края. И вот равняемся на кнопку. Если кнопка у нас попала в круг, потом равняемся на динамик и на камеру. И самое главное, чтобы все было параллельно краям. И вот так вот потихоньку отпускаем. Опа. Все. Вот у нас образовался пузырь, который мы сейчас спокойно уберем элементарной вещью. Специальным пылесборником. Вот так вот. Ну ничего страшного. Отодвигаем пленочку. Аккуратно, потому что она уже наклеена. По чуть-чуть. И самое главное, чтобы он был не сильно клейкий. Если мы отклеим сильно, оно уже, к сожалению, обратно не наклеится. И все. Лезем сюда. Поддеваем. Смотрим, исчез, исчез. Все. Все, садится назад идеально. Все, без пузырей, без разводов. Да, можно еще раз протереть. Ну вот, но в целом, даже если сейчас вдруг закончится видео, вы сами можете видеть, что пленка сидит идеально. Потом даем чистую тряпочку. Из комплекта, кстати, с белки. И вы сами протираете. И, собственно, вот получается, что передняя часть вашего аппарата, она полностью защищена. Это матовая пленка. Очень качественная. Равняемся на кнопку, на динамик, на камеру. И что, смотрим, чтобы были края параллельно. Углом. Все, пленка на пленку. Идеально. Саша, спасибо тебе большое. Давай.